Первое – это что? Да, не ныть. Второе? Да, третье? Не быть жертвой. Еще где-то было не судить, да? Не осуждать, да. Что еще? Четыре. А, и последнее – не испытывать страх, не бояться, да. Ну вот, чтобы все это пройти, Бог нас куда подведет? Он нас всех подведет к тому, чтобы мы преодолели эти моменты. То есть мы должны пройти. Знаете, мне вспомнилась такая ситуация. Мне 25 лет, это где-то 98-й год. Трое детей, двое детей. У меня просто еще всегда племянница в придачу была. Да. Вот. И Бог поднимает бизнес начать, представляете, да, без финансов, без ничего. И начинает благословлять. Ну, представьте, я училась на психолога, да, никаких навыков, никаких вообще ничего. Страшно. Компьютер не знаю. Я пошла учиться на компьютере, мне говорят, возьмите мышку. Ну, я знаете, как беру, беру и поднимаю мышку. Ну, то есть вообще никакого представления, да. Нужно было изучить системную программу бизнес-клада, в общем, отправлять онлайн отчеты и так далее. Ну, в общем, ну, это просто жесть было что-то. Но знаете, когда Бог мне сказал повзрослеть, вот эти вот все качества, это качество зрелого человека. Вы знаете, что человек может быть 70-80 лет, но он так и не стал зрелым. Он в душе так и остался ребенком. Мне очень понравились слова пастора Симоняна. Знаете, что он сказал? Он говорит, с годами, вы замечали, что с годами пожилые люди превращаются в детей. А знаете почему? Потому что они так и не были взрослыми людьми, понимаете? И вот очень часто в христианстве такое. Пришел младенец, молочко сосет, в памперсы делает, да, там, в церкви за ним подтираю, да, бутылочку в рот тыкаю, да. Проходит 10-20 лет, Бог говорит, да, ну, давай уже вставай, давай рык, сделай этот рыкающий рев, да. И вот, знаете, Бог каждого, вот кого-то уже подводил, молодые, вас Бог подведет в какой-то момент, когда нужно будет просто издать этот рев. У меня этот момент, знаете, был в бизнесе. Я такая, ну, зашуганная девчонка, дети маленькие, только вышла из декрета. И наши конкуренты, они оказались, это лучшая подруга, моей мамы была она раньше. И, ну, естественно, у них больше опыта, это семейный бизнес. И в какой-то момент она мне звонит и говорит, Наташа, нам дали склад, ну, на консигнацию. Ну, кто знает, на консигнацию, то есть бери сколько хочешь товара, ну, завались товаром, мы тебя просто раздавим, поэтому, ну, завязывай. И мне так, и я такая, и у меня внутри, я почувствовала себя такой жертвой, такой маленькой, вообще такой раздавленной, никакой поддержки мне нет. А тут, ну, семья, которая мне годятся в родители, и им уже дали, они уже развернулись, им дали там официально склад, а я такая там вожу по чуть-чуть. Я помолилась и сказала, вы знаете, а мне выгодно этот бизнес вести, и я буду его вести. Положила трубку, и у меня вот так вот все. Я повзрослела. Понимаете, да, о чем я? И вот Бог также, Он говорит, давай, бери человека, веди его. Да ну, я сам ничего не знаю. Да ну, как я могу, это же такая ответственность. Это же за человека ответственность. И вот этот, а это момент чего? Взросление. И мы можем таки в памперсах остаться. Поэтому, дорогие, помните фильм этот, Симба, да? Вот он, когда научился рычать. У нас такое есть часто понятие, что христианство, христиане должны быть хорошими. Да, есть такое? У меня было такое, ну, я же христианка, должна быть хорошая, покладистая, всем довольная быть, со всеми в мире, да, да. А нет! Если Бог тебе говорит, двигайся, ты можешь, ты должен двигаться, понимаешь, несмотря ни на что. Ну, ругаться не надо, конечно, но твердым, да. Но твердость должна быть, да, твердость должна проявляться. Поэтому, дорогие, будем сильными, будем львами, аминь. Да, слава Богу, дети наши уже потихонечку идут. Я хотела напомнить, у нас в прошлое воскресенье было поздравление именинников. А кто был в комнате света в прошлый раз? Первый раз, да, были? Понравилось? Да. Расскажете, нет, нет? А вот так мы интригуем, да. Вот, поэтому, кто не успел из январских в прошлое воскресенье, у нас будет в это воскресенье после обеда тоже комната света. Да, не успел. Январских так много вообще. Да, декабрьский, январский. Их так много вообще, январских. Откуда берутся только в январе? Вот, поэтому у нас еще будет комната света, кто не успел. Давайте, наверное, в полвторого, да, мы пораньше. И сейчас будет обед, а в полвторого у нас будет здесь библейский час, да, продолжение. Сегодня Леша и Илья, да, ага. Вот, хорошо. И еще, пожалуйста, просьба такая, родители, говорите, пожалуйста, детям, что на батуте в обуви прыгать нельзя, хорошо? Да, мы в следующее воскресенье будем тепло, я думаю, мы все вместе, ну, в смысле, ну, не все вместе, да, кое-кто помоет. Можно все вместе, да. Да, и скажите, да, детям, чтобы там собака, чтобы его не дразнили. Ну, объясните, что собака может сорваться, и те, кто дразнит, да, ну, что это собака, да, мало ли там, рванет, налает, напугает. Во-во-во-во, да. Да-да-да-да. Ну, оторвались, короче, оторвались один раз, я тоже. Я все... Да-да-да. Ну, просто предупреждать, что все-таки собака, он пока еще щенок, но он непредсказуемый. Я ничего не забыла, нет? А, еще, знаете, у нас что-то сегодня вообще по-семейному. У нас там Александр Жданович купил пять стульев, да? Давайте мы его покушаем и соберем. Помогите собрать эти стулья, ладно? Кто их уже собирал? Можно подростков обучать, как собирать эти стулья. Ну все, давайте встанем тогда, апостольский символ веры, прочитаем.